Татьяна, за представление. Я Дмитрий Викторович. Вкратце о себе расскажу. 12 лет работаю в библиотеках самых разных федеральных, школьных. Вернее, школьных я в одной только работал. Это частная школа. Работал в городских, муниципальных. Также у меня есть образование библиотечное. В процессе прохождения библиотечного образования практику проходил вообще во всех библиотеках, каких только можно и возможно. Теперь переходим к идее этого цикла. Почему такой цикл родился? Почему он появился? Это очень просто. Я заметил такой момент, что о развитии, о том, как библиотеки должны двигаться, куда, скажем так, выходить, на какую поверхность, говорят очень многие. Говорят маркетологи, говорят психологи, говорят педагоги, говорит администрация самых разных уровней, министерства и так далее. То есть говорят многие, в том числе и библиотекари. Но голос библиотечный, он все-таки не настолько слышен, что ли. И вот я подготовил такой, ну, в каком-то смысле и курс. Курс вебинаров, состоящих из четырех частей. Он плавно один переходит в другой. Поэтому не смотрите на то, что первая часть это прошкольную библиотеку. Ага, значит остальные части нам неинтересны. На мой взгляд, например, учебные заведения высшие и городские и муниципальные библиотеки, вот эти три, они очень завязаны. Четвертый вебинар, он, конечно, такой совсем отдельный. Я даже хочу сказать самый сложный для меня. Но тем не менее. Вот. Я рассказал вместе с ЦИКАДами в целом, что за курс. И приступаем к самой первой теме. Пути развития библиотек, развития школьных библиотек. Сразу хочу сказать, что это в основном базируется на моем опыте, опыте работы, на моих размышлениях, моем видении. То есть, если вы не согласны, ну, там, задавайте вопросы, пишите. Я не согласна или не согласен. То есть, так или иначе, давайте обмениваться мнениями. Это всегда хорошо. Хорошо. И первый такой вопрос под вопрос темы. Частные государственные школьные библиотеки. Слишком ли большой разрыв между ними? Хочу сказать сразу, что на первый взгляд разрыв просто колоссальный. Ну, вообще все другое. Особенно в тех школах, которые сейчас строятся. Новые школы по индивидуальным дизайн-проектам и так далее. То есть, в таких школах, как правило, школьная библиотека тоже уникальна. То есть, она выверена и сделана. Привлекаются дизайнерские бюро отдельные на создание такой библиотеки. В чем плюсы негосударственных школ и в том числе такого рода библиотек? Плюсов несколько. Продуманное пространство. С этим в каком-то плане можно поспорить, потому что есть такой момент. Частные школы и собственники этих школ, ну, то есть, кто заказывает данный проект, относятся внимательнее. Это правда. В том числе и к библиотекам. Но что-то происходит на каком-то уровне, не знаю где. Даже на стадии создания библиотек, какой она должна быть, замыслов, есть большая разница между бумагой и действием. Получается так, что библиотека, как и в государственных учреждениях, так и в частных, является все равно, относится к какому-то такому не первому месту, и не второму, и не третьему. То есть, это что-то такое, ну, это нужно, но вопрос, насколько важно. То есть, вот с этим тоже сталкиваешься, так или иначе. Но продуманность пространства, правда, есть. Правда, она не всегда на плюс работает. Как правило, у частных школ есть свой бюджет на каждый отдел, в том числе и на библиотеку. Библиотека его формирует, говорит, что нужно. Не самостоятельно, конечно, говорит. Как правило, идет сбор от преподавателей, от учеников и так далее, кому что нужно. И библиотека формирует заявки, и из-за этого формируется общий бюджет. Но, тем не менее, он есть. В этом бюджете довольно весомый процент занимает потребности самой библиотеки. Ну, как я уже сказал, возможность закупать программную литературу к этому относится, к бюджету библиотеки. То, что библиотека сама может все это формировать. Конечно, иногда нужно доказывать, зачем это нужно. Расширенный штат, хотя я сейчас уже знаю, что есть ряд школ государственных, где библиотекарей довольно много. То есть, смогли доказать, директор понял, что это важно. То есть, нет такого, что на 5-6 зданий один библиотекарь, или на 3 хотя бы. В каждом здании один библиотекарь, а то и два. Это довольно много. Вот в частных школах изначально это заложено. То есть, это минимум 2 библиотекаря. Если есть заведующий, то он как-то идет в комплект таким третьим между зданиями, что ли. Непрерывное развитие. В чем тут дело? Дело в том, что собственник заинтересован постоянно привлекать различных спикеров, лекторов, привлекать разработчиков курсов. Так или иначе, вот этих технологий коучинга, HR, чтобы прокачивать руководителей всей школы и в том числе прокачивать педагогов и средний обычный персонал. В том числе и библиотекарей. И в рамках этого таких семинаров проходит очень много. В рамках этого так иначе происходит какое-то расширение кругозора, понимание, куда нужно двигаться, что нужно делать. Иногда это утомительно, потому что этого очень много. То есть, за четверть, а в частных школах это модули, за модуль таких встреч бывает 4-5-6. Они, бывает, проходят по 2-3 дня иногда с выездами. Это очень увлекательно и интересно. Но иногда, особенно когда ты работаешь долго, конечно, тоже может утомлять. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Еще такой мега плюс. Я думаю, что во многих, опять же, смотря какая госшкола, смотря какая частная школа, я знаю, что есть государственные школы, которые так или иначе, может быть, не предоставляют возможность бюджетирования библиотеки, то есть формировать свой бюджет. Но практически все, что я перечислил, есть. Есть даже то, что поддерживало меня в свое время очень сильно. Это отделы поддержки самые разные. Отдел маркетинга, отдел закупок, экономический отдел. То есть, ты сам напрямую как автономия. В таких школах, как правило, отдел является автономией. То есть, библиотека – это такая самостоятельная единица, которая со всеми сотрудничает. И договариваешься. Так или иначе, объясняешь бюджет, делаешь закупки, в каком-то смысле прописываешь контент-план с отделом маркетинга и так далее. Есть еще отдел сопровождения, который дополнительный, который, так сказать, переставляет мебель и сопровождает все эти процессы. То есть, таскать самому ничего не нужно. Это огромный плюс на самом деле. Это то, что, как правило, встречается в частных школах. Ну, и, соответственно, я не ошибся и не говорил о частных библиотеках в том числе. И, скорее всего, этого так или иначе не хватает обычным школам, государственным. Ну, наверное, этого и не может быть, потому что на это нужны деньги, на это нужен пересмотр бюджета, на это нужно какое-то видение, так или иначе, что это нужно. Я думаю, что, ну, мы об этом поговорим позже, я думаю, что к этому так или иначе все придут. Вопрос позже или рано. Еще надо понимать, что школы тоже бывают очень разные. Есть школы на 10 учеников, то есть зачем там такое, конечно, не нужно. Конечно, вопрос идет о, наверное, крупных больше городах, агломерациях. Теперь я хотел сказать, от чего, в принципе, это все зависит. Я не думаю, на самом деле, что это все зависит от частной школы или нечастной, ну, то есть на 100%. Конечно, есть зависимость, но не такая фатальная. Первый параметр – это, конечно же, директор школы. Это очень важно. Если директор школы посчитает, что библиотека важна, библиотека нужна, будут и закупки литературы, будут и, скажем так, какая-то иная помощь, будет выделение дополнительных единиц. Я знаю, что в ряде школ, вам это, наверное, знакомо, что заведующие школьными библиотеками не имеют дополнительного отпуска, как педагоги-библиотекаря. Хотя по факту они занимаются похожим, либо тем же. Ну, плюс они еще и заведующие. Есть директора, которые идут навстречу и отпускают, потому что в штате есть еще педагог-библиотекарь, который уходит, но не имеет дополнительной нагрузки, уходит в этот двойной отпуск 56 дней, а заведующий не уходит. И вот директор относится к этому с пониманием и выписывает дополнительный отпуск. Но это понятно, это такие, к сожалению, неформальные отношения. То есть, если брать по закону, по закону заведующий библиотеки не имеет права на такой двойной отпуск. Второй момент. Руководитель библиотеки очень важное звено на самом деле. От него очень многое зависит. Даже если директор не заинтересован, ему все равно плевать на библиотеку. К сожалению, такое не то чтобы повсеместно, но встретить можно довольно часто. И понять директора можно. У директора чаще всего отсутствует понимание, что библиотека относится к образовательному процессу. Ну вот отсутствует. Вернее так, часть школьной библиотеки, которая относится к образовательному процессу, это выдача и сдача учебников. И все. Ну и их какое-то некое хранение. И все. Это вот эта часть. Все остальное для него не относится. Это относится к чему угодно. Это относится к массовым мероприятиям, к, значит, блоку, к воспитательному блоку или к заму по воспитательной работе. Но никак не к целому вот этому общему комплексу образовательному. Это неправильно. И опять же, показатели и цифры немножко другие. То есть, как правило, приоритет на учеников, теми, кто с ними занимается, это педагогический состав. Поэтому библиотека, конечно же, к сожалению, во многих головах администрация уходит на последний план. То, с чем я общаюсь с разными библиотекарями, библиотекарями-педагогами, в принципе, ситуации очень схожие. Я не говорю, что это повсеместно, думаю, нет. Я даже уверен в этом. Но в большинстве случаев это так. Коллектив в библиотеке. Это тоже очень важно. Поддерживают ли библиотекари, во-первых, сколько их? Потому что очень часто библиотекарь один, и он во всех лицах, он и уборщик, и в каких-то случаях и охранник, в каких-то случаях и заведующий, и педагог, библиотекарь. И есть ли поддержка? Нет ли какого-то недопонимания в коллективе? Это третий фактор. Коллектив школы тоже очень важно. Я работал в одной школе, но работал в разных коллективах, в других библиотеках. Бывает такое, что нет понимания в целом. В большом дружном коллективе нет понимания. Понятно, что пока вы его не найдете. А в школе это, получается, несколько коллективов, которые могут... Ну, вот как у нас, например, было в хрошколе, скажем так, педагогические коллективы были разделены, ну, они общались друг с другом, у них была единая учительская, разделены по кафедрам, по направлениям обучения. Вот. И с каждой кафедрой нужно было сотрудничать, нужно было, помимо закупки литературы, обговаривать какие-то моменты, придумывать какие-то совместные задачи, может быть, мероприятия. Ну, скажем так, конечно же, не все откликаются, это нормально, у всех свои дела, своя жизнь. Вот ровно такой же процесс. Если библиотеку, педагоги, педагогический состав будет поддерживать, это очень здорово, и это помогает, ну, что ли, жить и двигаться вперед, что все не зря. Это тоже безумно важно. Сообщество школы. Когда я работал в хоро-школе, наступил такой момент, это как раз был дистант, локдаун, когда все с этим столкнулись в 2020 году, наступил такой момент, что сообщество нам отплатило добром. Отдел маркетинга провел исследование по рассылке. Мы делали рассылку, мы занимались постами пару раз в неделю, публиковали их в соцсетях. Очень много материалов уходило в рассылку, самого разного, по поддержке вот этого нашего сообщества. Что входит в сообщество, очень важно сказать. Это, в принципе, все. Это в каком-то смысле выпускники, это педагогический состав, это технический персонал, это администрация, это ученики, это родители. Вот, и вот это все наше сообщество, с которым мы работаем. Я бы сюда, конечно, добавил еще потенциальную аудиторию, которая поступает, но все-таки это к пиар-отделу и отделу маркетинга. Но, в принципе, почему нет, можно и это добавить. Вот. И нас оценили. Все материалы, которые мы отсылали, распространяли по нашему сообществу, заняли второе место в рейтинге вот этого опроса. Это довольно высоко. И нам сказали, продолжайте, потому что этот опрос был призван выявить ненужную информацию. А вы все помните, что во время вот этого дистанта, первого, никто не знал, чего делать. И было таких два полюса. Первый полюс, ну ладно, мы посидим и успокоимся, таких было тоже достаточно. Второй полюс, люди начинали что-то изучать и генерировать. Не всегда хорошо, но этого было много. И стали выявлять, от чего же наше сообщество может устать. Оказывается, от библиотеки никто не устал, даже требует еще больше. Это, безусловно, здорово. И переходим к нашему списку дальше. Хочу отметить, только шестой-седьмой пункт, департамент, если он есть. Потому что не во всех регионах и областях есть департаменты на образованию. Но, скорее всего, есть министерство. Вот, это только шестой-седьмой пункт. Не настолько уж сильно они влияют. Самый важный пункт, все равно, это настрой директора и настрой библиотеки в целом. Готовы идти, развиваться, есть поддержка, это здорово. Ну и, конечно же, коллективы. Коллективы тоже очень важны. В целом, по разнице, по различию, я сказал, на мой взгляд, различие не фатально. Было бы желание. И, опять же, по крайней мере, в Москве есть ряд школ, которые мало чем отличаются. Уровень очень высокий. И это обычные типовые школы, но внутри этой школы сидит директор, который понимает всю важность. И там все выстроено. Выстроено от питания, и в том числе и библиотека очень хорошая. И закупается, может быть, не в таких объемах, в которых хотелось бы, но за счет школьного бюджета закупается литература. Литература непрограммная, что очень важно. Такое тоже есть, и такое встречается. Следующий момент. Будни школьных библиотек. Есть ли перспектива развития? Сразу говорю, что перспектива развития есть. Унывать не нужно. Конечно же, не все просто. В этом году я закончил свою деятельность. Есть такие центры, они находятся в каждом регионе. У нас есть федеральный центр на базе библиотеки имени Ушинского по школьным библиотекам, который поддерживает, оказывает поддержку. И подобные структуры, только на ранг ниже, который курирует в том числе этот центр федеральный, есть в каждом регионе. Я не так давно закончил свою деятельность в таком центре. Это центр по Московской области региональный. И мы проводили мониторинг, опросы, скажем, что да как, да, что нужно сделать, что нужно изменить, сколько у вас человек и так далее. Нам было интересно, потому что этот центр был совсем новый. Он совсем организовался, и нужно было не то, чтобы имитировать бурную деятельность, а нужно было просто работать и понимать, начинать с чего работать. И это один из запросов, который есть. В каком объеме вы используете открытые образовательные ресурсы? И как мы видим, 27%. Конечно, этот опрос, он такой. Я к опросам отношусь очень специфично. Понятно, что кто-то мог нажать случайно на кнопку, кто-то даже не вникал. Но, тем не менее, я почему-то, этот опрос близок к моим внутренним ощущениям. Но по моим внутренним ощущениям, цифра неучастия, она больше, процентов на 10, на 15. По образовательным ресурсам, как мы видим, наиболее важная цифра – это желтая. Не используют совсем. Это 27%. 27%. Даже если это завышенный показатель, это безумно много. То есть мы видим, что большое количество работников библиотек, потому что они называются по-разному в регионе Подмосковья, там даже в каких-то случаях и нет работника библиотеки, но кто-то приходит и выдает книги. То есть 27% в этом плане не участвуют. В каком объеме вы используете дистанционные курсы для повышения своей квалификации? Также очень важный показатель. Желтый. 35% и 3% не используют. В моем понимании, скорее всего, это процентов 50. И вот в этом тоже есть какая-то проблема, потому что если человек не развивается, если он не двигается, а сейчас есть возможность учиться бесплатно во многих случаях, да, это онлайн. Да, онлайн не всем привлекателен, к сожалению, но не все могут на самом деле учиться. Мне, например, сложно, я пробовал. Но тем не менее, если большой массив сотрудников никуда не движется, ни к чему не стремится, а в каком-то смысле остается в бумажных вот этих формах, как научили в свое время, движение вперед тоже вряд ли возможно. Ну, по крайней мере, в данных учреждениях, в данных библиотеках, к сожалению. Используете ли вы социальные сети для общения с читателями, коллегами, родителями, партнера НИИ? Здесь уже лучше. На самом деле, я ожидал, что будет наоборот. 70% не используют вообще ничего. И только 30 или даже 25% что-то используют. Но здесь наоборот. 30% почти выключено из общения с родителями, коллегами и так далее по соцсетям. Ну, это странички в соцсетях совершенно любые. Это, может быть, какие-то блоги. В том числе, я бы сюда добавлял электронную почту на самом деле. Это такой простой ресурс, который очень нужен школьной библиотеке, но его очень часто нет. Если у вас его нет, требуйте, просите, либо заводить самостоятельно. Делитесь ли вы своим авторскими цифровыми ресурсами с вашими коллегами? Здесь тоже, ну, я даже не знаю, печально, не печально. Видно, это показатель разделения. То, что так или иначе школы не очень хорошо общаются друг с другом. Есть какие-то формы конференций, возможно, и там не очень общаются. У нас довольно мало экспертов, таких сильных, серьезных, на региональном уровне, на федеральном уровне их еще меньше, которые могут доносить какие-то мысли не только до коллег, чтобы образовывать, чтобы что-то показывать, но и до властей. Ну, мы разного уровня. Будь это методисты, будь это министерство, будь это руководство школы в том числе, до других школ, а на самом деле все друг на друга в этом плане смотрят. Появился бы какой-то небольшой авторитет на своем уровне, это было бы уже что-то, это был бы уже какой-то вес. Мы об этом позже поговорим внизу, скажем так, в конце презентации. Я к этому еще вернусь. Следующий показатель. Являетесь ли вы участником сетевого сообщества библиотекарей? Я расшифрую на всякий случай. Такой момент. В соцсетях очень много различных сообществ. Одно из самых известных – это современная библиотека и так далее. Как мы видим, даже если многие не прочитали, что было написано в опросе, но почти 70%, а я думаю, что не 70%, а 80%, по моим личным ощущениям, просто выключено из процесса сообщества даже школьного библиотечного движения. То есть никто не обменивается, никто ничего не хочет узнавать, все сидят, я поставлю выставку и так далее. К сожалению, это тоже есть, и это такой прямой показатель. Мне, к счастью, встречались другие библиотекари, которые, пусть плохо, но заводят страничку, ставят туда фотографии какие-то, может быть, не очень симпатичные. Но они учатся, они куда-то двигаются, они что-то делают и развиваются. Так, у нас есть вопрос, перехожу к вопросу. Бюджет рабочего времени библиотекари ограничен. Что делать, если администрация школы не поощряет просмотра онлайн-вебинаров и использование социальных сетей для общения с читателями на рабочем месте? Основное требование – обслуживание читателей и проведение библиотечных мероприятий. Так, вопрос безумно хороший и в то же время сложный. Вы меня на самом деле ставите в тупик, потому что я с таким сам сталкивался. Смотрите, здесь работает психология. Первое, что хочется, ну, по крайней мере, мне так хотелось, дать по голове. Дать по голове этому директору или кто там? Дать по голове, как правило, если не директор, то второй человек, кому библиотека подчиняется, это руководитель вот этих вот массовых воспитательных процессов в школе, что безумно неверно, потому что школьная библиотека к нему никаким образом не относится. И это вообще, в моем понимании, это извращение, когда такое есть. Школьная библиотека подчиняется напрямую директору. И все, точка. Так должно быть. Другой вопрос, что очень часто не так. Что делать? И просто, и сложно. Есть варианты. Написать план. План не мероприятий. План того, что реально делается. Что в процессе взятия книг, в процессе работы с книгой, в процессе вашего непрерывного повышения квалификации, вы не просто обслуживаете, вы вводите какие-то дополнительные формы работы в библиотеку, вы узнаете, как сделать, организовать выставку лучше. Вы становитесь лучше. Вы становитесь дороже. Школа от этого становится дороже. Школа от этого становится лучше. Образовательный процесс повышается. Если он повышается, значит все в плюсе. Но тут надо понимать и директора. Тут нет одной стороны. Конечно же, если для директора школьная библиотека на последнем месте, как правило, так и есть, то и ваше желание, оно где-то там же. Нужно максимально показывать свою работу, рассказывать о ней, представлять ее, даже если в каком-то смысле, может быть, и не спрашивают. Просто если... Ну, зависит от директора. Какой директор? Есть директора, который сами интересуется, приходит и спрашивает. Если нет, можно записаться на прием. Есть и такая форма. К секретарю. И просто рассказать об этом, показать, что может быть лучше. Скажем так, вы мне даете время на просмотр вебинаров, вы мне даете время на улучшение обслуживания, на какие-то додумки, и что я дам? А я дам вам вот это, вот это, вот это. То, что можно посчитать. Я уверен, что директор на это точно пойдет, и он, ну, как минимум, он вас поймет. И у него могут возникнуть вопросы. Так, подождите. Вот вы час будете смотреть вебинар. А кто за этот час будет обслуживать людей, к примеру? Потому что есть библиотеки, где действительно только один человек вообще на все. Ну, скажем так, как-то, я думаю, можно будет договориться. Как-то. Я не говорю о сложных вариациях, когда есть такое. Когда с библиотекарем невозможно договориться, и когда с директором невозможно договориться. Такое есть. Но это уже за гранью, как говорится. Тут иногда ничего не сделаешь. Ну, обидели в детстве библиотекарей мальчика или девочку. Такое тоже встречается. И вот бывает такое, что какая-то некая месть присутствует. Вот, к примеру, я надеюсь, что я ответил на вопрос. Он, правда, непростой. Но то, что нужно выстраивать диалог, это однозначно. Нужно идти разговаривать. И не с позиции «вы должны», не с позиции «жертвы». Мол, я так закручен или закручена, я ничего не успеваю. Это вообще, как показывает жизнь, никого не интересует. Говорите то, что вы можете дать. Вот я возьму всего чуть-чуть, а дам вот столько. И это точно, ну, как минимум, вызовет уважение, что человек пришел не просто говорить о чем-то о своем. Скажем так, о деле. Вот. Потому что директор, он думает все равно о мотивации в первую очередь. И он очень немотивированный человек. Потому что проблем много. Иногда не знаешь, за что хвататься. Так, идем дальше. Так, так. И тут вкратце я хотел такие практические моменты сделать. Первое. Как можно пополнить фонд? Не за счет директора, не за счет своих денег, к примеру, и не за счет школы. Есть несколько проектов. Они до сих пор функционируют. Первое. Это проект «Книги в дар». Там можно подавать заявку, и ее рассматривают, что нужно конкретно, и со временем могут отправить какое-то количество книг. Приятно? Приятно. Понятно, что это не грузовик, но тем не менее. «Рибукс». Это тоже такой проект. Ребята довольно молодые. Они собирают, как и первый, и второй проект, они собирают книги, БУ-книги, либо издательство что-то приносит им. Первый проект чисто все распространяет по библиотекам с самого разного уровня. Второй проект. Часть книг продает и за счет этого развивается. У них есть контейнеры по сбору книг. Они как раз в это вкладывают. А вторую часть они распространяют как раз по заявкам. И, как правило, это школьные библиотеки. Проект в основном находится в Москве. Я слышал, что там будет какое-то развитие в Петербурге, но они поставляют литературу по Подмосковью в том числе. Это тоже по заявкам. Следующие моменты. Есть акция. Вы наверняка про нее знаете. Акция проходит совместно с Российской государственной детской библиотекой. Это наша федеральная главная библиотека. Акция называется «Дарите книги с любовью». Я тут оставил специально ссылку на это, на все, чтобы вы могли... Так, что-то у нас... Так, вопросов пока нет. Я подумал, что есть. Следующий момент. Вы можете... Ну, да, добавлю все-таки про акцию. Я так что-то ушел, загляделся на вопросы. Это целая кампания. Под эту кампанию вы можете попробовать собрать книги. То есть рассказать родителям, рассказать детям, что школьной библиотеке нужны книги, к примеру. Либо подать, попробовать заявку. Также Российская государственная детская библиотека собирает эти книги. Но, по-моему, она работает все-таки с детскими библиотеками, не школьными. Но попробовать можно. И тоже могут быть какие-то небольшие, пусть, но поставки. Следующий момент. Можно организовать свою акцию. Данная акция, как она была, организовывалась не первый год, она такая традиционная. В библиотеке хоро-школы. Это книги вместо цветов. Наверняка вы тоже знаете про подобные форматы. Они могут называться как угодно. это первого сентября. Приходят ребята, приходят родители, но вместо цветов у них книжки. Эти книжки они дарят библиотеке. Это тоже целая компания, ее тоже нужно готовить. Но она очень хорошо работает, как показывает практика и в обычных школах тем более. Следующий момент. Гранты. Это возможно, но это сложно. Я специально не добавлял никаких ссылок. Мы все эти фонды знаем. Их очень много. Они самые разные. Также есть очень хороший момент централизованной библиотечной системы. В том числе ваших регионов. В чем дело? Сейчас сама книга так или иначе есть такая тенденция утрачивает ценность. И вы это тоже видите. И скажем, наши люди книги не выбрасывают, а приносят вот как раз муниципальные библиотеки. То есть филиалы централизованной библиотечной системы. Я работал не один год в разных филиалах и книги там скапливаются. Детские, недетские и как правило не оформляются очень часто. они идут на буккроссинг иногда, но туда можно написать и ну как лучше написать, если есть централизованная система, есть генеральный или просто директор. Лучше написать вот куда-нибудь туда, рассказать о себе, рассказать что вы хотите. и не то чтобы попросить, а спросить есть ли такая возможность, есть ли может быть в том числе за счет бюджета, я не знаю, в каких-то случаях и это работает, есть ли возможность из каких-то фондов списанных например предоставить те или иные книги. Я знаю, что такая возможность есть, но пойдет ли директор или заведующий библиотекой на это. Это уже другой вопрос. Это нужно разговаривать, это вопрос коммуникации, но я уверен, что такая возможность есть. И следующий момент это издательство и писатели. Это, конечно, более скудный источник, но я знаю, что был такой опыт. Школы писали, им предоставляли небольшое количество книг, и приезжал писатель за свой счет в школу и дарил несколько своих книг с авторскими, с своим автографом. То есть, это тоже такие источники пополнения фонда. Так, у нас есть вопрос. Муниципальные библиотеки при составлении отчетов учитывают свою работу в социальных электронную выдачу. А школьные библиотекари выполняют ту же работу, не имеют возможности где-то в отчете это указывать. И при наличии стимулирующих баллов, и в общем это не учитывается в стимулирующих баллах. Да. Ну, это я здесь не совсем увидел вопрос. Это скорее как факт. Что здесь можно сказать? Я хочу вернуться к первому вопросу. Можно расписать свои мысли, сформировать эти мысли в какой-то некий план и сказать вот смотрите у вас показатели будут лучше. А за счет чего? а за счет этого, этого, этого. Мы и так это делаем. За счет соцсетей, вот смотрите, за счет электронной выдачи, вот смотрите, электронная выдача приравнивается уже сейчас автоматом к живой выдаче, это нужно понимать, и странно, что она делится. И вот пожалуйста, работа в онлайн формате, очень часто это можно оформить как справку, очень часто это можно оформить даже где-то как, ну это конечно сложно, но если например это рассылка почтовая, как выдача той же какой-то информации, правда не по запросу, вот, поэтому как минимум нужно идти и говорить об этом, что вот есть такая история, такая функция, специально не стал брать все курсы, безумное количество, просто умереть можно, то, что мне самому понравилось. Первый курс это цифровая трансформация, быстрый старт, это то, что сейчас очень актуально, это как в итоге всему чему угодно выйти в онлайн и как это сделать и понять. Soft skills это так называемые мягкие навыки, то, что сейчас очень востребованы и об этом говорят в частных школах, я думаю, что и в государственных школах во многих случаях, поэтому мы к этому точно придем в массовом масштабе. И курс «Как организовать сообщество». Почему это важно? Потому что библиотека, на мой взгляд, мы об этом ниже поговорим, будет работать в том числе и с большим количеством сообществ, будь это издатели, будь это сообщество школы, сообщество выпускников и так далее, в том числе. Так, значит, следующий момент. Открытые ресурсы для школы. Ну, вы наверняка все это слышали, знаете. Яндекс. учебник, изберкласс, эти ресурсы бесплатные, это платформы. Я считаю, что этими ресурсами хорошо бы заниматься библиотекарю, то есть, быть таким держателем этих ресурсов. Я знаю, что многие преподаватели самостоятельно к ним подключаются и работают с ними. Надо понимать, что присутствие данных платформ в школе это престиж школы. Если преподаватель работает с ними, это уже огромный плюс к преподавателю и школе. Соответственно, если вы будете в них разбираться и в свой план несете, что вы этим занимаетесь, действительно, вы этим будете заниматься, это огромный плюс. То есть, это сразу приход новых технологий, где бы вы ни сидели, даже если это маленькая сельская школа, к примеру. И они сотрудничают, кстати, как раз со всеми, в том числе с библиотекарями, с администрацией, с преподавателями. Следующее. Есть, я уже об этом говорил чуть выше, есть такие центры по работе со школьными библиотеками. Есть федеральный методический центр, как я уже говорил, на базе библиотеки Ушинского. Есть региональные центры. Я дал ссылку, но он не один, то есть, нужно понимать, сколько, по идее, сколько образований у нас федеративных столько и центров, должно быть, ну, по крайней мере. Я дал ссылку, как пример, на региональный информационно-библиотечный центр, по-моему, все-таки методический, они называются по-разному, но смысл один и тот же, Челябинской области. он очень хорошо работает, он очень хорошо работает, можете пройти посмотреть, он такой симпатичный. Ну, и ссылку на федеральный я тоже дал. Также есть, уровнем ниже, но такие же важные, это городские и районные центры. Районных центров в Москве я не нашел методических, ну, вернее, может быть, не знаю их просто, но я знаю городской московский центр, который тоже очень симпатично работает, поэтому эту ссылку я дал. Это к тому, что можно сделать, то есть, мы идем по последствиям, да, как что-то изменить и как начать развиваться, то есть, с этими, со всеми штуками можно сотрудничать на самом деле, и все эти центры предоставляют самого разного рода вебинары, встречи, на которых можно образовываться, участвовать, выступать, прокачиваться, все это очень полезно, и все это вас приближает как раз к какому-то формированию единого сообщества. Это здорово, это важно. Следующий момент. Сетевые библиотечные сообщества. Ну, первое, я думаю, вы точно в курсе. Это современная библиотека, одно из самых таких крупнейших сообществ, и в Фейсбуке, и, по-моему, ВКонтакте, где только нету, и журнал есть такой, еще современная библиотека. Там поднимаются самые разные вопросы, в том числе и по школьным библиотекам тоже. ИКТ-мастерская для педагогов и библиотекарей. Тоже довольно крупная группа как раз для педагогов и библиотекарей то, что нужно. Там самые разные ресурсы рассматриваются. Здорово. Я иногда пользуюсь. Школьные библиотеки нового поколения. Как раз эта группа при поддержке федерального центра библиотеки имени Ушинского. То есть, вступайте туда, смотрите. Хуже не будет. И у нас есть ассоциации в России школьных библиотек. Тоже ссылка на эту группу. То есть, как минимум, можно вступить, ознакомиться, посмотреть, что да как. Переходим к следующему вопросу. Нужен ли в школе библиотекарь? Сложный вопрос на данный момент. И мы переходим к опросу, который я провел свое время. Опрос не весь, говорю сразу, я сделал вырезки. Самые вкусные из этого опроса. Как мы видим, большинство, по крайней мере, по Московской области, что-то мне подсказывает, может быть, подобная ситуация в других регионах, заведующих библиотек все-таки. Ну, или ИБЦ. Как просто в некоторых регионах очень развитые как раз ИБЦ. И библиотеки трансформация идет лучше, чем даже в Москве бывает. Библиотекарей, то есть заведующих 54,6, библиотекарей 25,8, но нас интересует не это. То есть понятно, что совместители, какие-то еще странные ставки, то, что нету в штатном расписании этой ставки, и так далее, и так далее. Но нам интересно, что? Нам интересно, сколько же педагогов, библиотекарей. Тут цифра не высветилась, потому что маленькое поле, но я могу сказать, это меньше 2%, к сожалению. Теперь одну секунду, я посмотрю, есть ли вопросы. Да, вопросы пишут, к сожалению, немножко не туда, но я сейчас к ним вернусь. так, так, вроде бы я. Так, есть вопрос. Я хотела бы знать, какие электронные программы есть, чтобы установить в... не понял, я хотела бы знать, какие электронные программы есть, чтобы установить в частной школьной библиотеке. Ну, пум-пум-пум-пум. Какие... Уточните вопрос, какие электронные программы, что именно? То есть, это может быть библиотечные программы, это могут быть какие-то иные программы, я не знаю. например, у нас был установлен почтовый сервис дополнительный, в том числе и в библиотеке. То есть, да, вот правильно коллеги отвечают, Avers, Mark, 1S, у нас была программа 1S, если вы именно про библиотечную программу, то да, в том числе. Ну, просто в частных библиотеках бывают совершенно разные программы. Также есть и программа по цифровой подписи, по документообороту, но у нас все было зашито в 1S. Да, 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 если библиотечные программы, то в принципе и я, и коллеги, спасибо огромное, уже отреагировали, ответили. Вот. Просьба писать, я просто, я на вкладке с вопросами сижу, просьба писать все-таки на вкладку с вопросами, вопросах хорошо, просто мне так не очень удобно. Вот. А теперь я хочу вернуться к библиотекарям. На мой личный взгляд, в школе, в школьной библиотеке нужен все-таки не библиотекарь, нужен все-таки педагог библиотекарь. Это вопрос даже, насколько нужен заведующий. Все-таки все идет к тому, чтобы библиотекарь, педагог библиотекарь занимался дополнительным образованием, какими-то курсами и так далее. Поэтому нужнее все-таки ставка педагога-библиотекаря. И мы об этом поговорим ниже, как раз то, что, на мой взгляд, будет, скажем, расширение вот этого персонала в целом. Потому что тенденции в Москве, я ни в коем случае не хочу сказать, что Москва впереди, или Петербург впереди, или кто-то впереди. но примерно происходит так в Москве, если я не ошибаюсь, если ошибаюсь, если есть коллеги из Москвы, скажите, пожалуйста. Но, по-моему, почти уже не осталось именно чисто библиотекарей. По-моему, всех перевели именно на педагогов библиотекарей. Потому что именно в этом есть потребность. Так, есть вопросы. Да, презентация будет доступна, вы можете ее сейчас скачивать. Так, уже кто-то ответил. Да, все, это были, была переписка. Так, идем дальше. Мы, в принципе, потихоньку приближаемся к завершению. Если, ну, я еще буду говорить, еще все не скоро, но если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Времени остается все меньше. а мы еще не закончили, поэтому познавательно будет впереди. Немножко повангуем взгляд на ближайшее будущее. Повангуем это, погадаем, да, на кофейной гуще. Еще раз повторяю, это чисто мое мнение, чисто всего будет. Эти тенденции будут нарастать. Появится понимание, что нужно формировать сообщество экспертов и лобби школьных библиотек. Понимание появится у школьных библиотекарей со временем. Это может быть 5 лет, 10 лет, но оно появится. Потому что без этого и вообще нужно наращивать экспертную оценку, постоянно развиваться. И как мне кажется, я вижу, что не сама библиотека должна быть вкусной, супер, пупер, а библиотекарь как бы хорошо, чтобы был таким, чтобы он участвовал в сообществе, чтобы он писал какие-то свои компетенции, мнения в журнале, чтобы он выходил немножко на уровень выше, чтобы о нем знали, чтобы о нем говорили. И чем больше у нас будет таких людей, региональных, муниципальных, городских, федеральных, тем больше будет слышен общий голос. И это я называю лобби библиотечным. Конечно, смешно говорить о библиотечном лобби, но я думаю, оно есть. Оно есть. Оно может быть не такое сильное. Лобби есть у всех. А что касается библиотек, иногда, вот вы не поверите, иногда нужно просто грамотную идею, сформулированную на бумаге, донести до нужного кабинета. Иногда нужен просто такой человек. И этот документ в каких-то случаях просто подписывают. А очень часто ни таких мнений, ни такого документа, ни таких людей нет. поэтому будущее за формированием из обычного педагога-библиотекаря все-таки эксперта. Эксперта своей области, который еще не просто занимается хорошо в своем подразделении, он еще обменивается опытом, берет чужой опыт и дает чужой опыт и выступает неким экспертом. Это очень важно. И поверьте мне, экспертов много не бывает. Любые точки зрения очень хороши. Так, кто-то что-то пишет. Так, вопросов нет. Я уже волнуюсь, думаю, я пропустил, что там. Ну, договорю. Просто у нас жуткая нехватка экспертов на всех уровнях. И к чему это приводит? Это приводит к тому, что за библиотеки и о библиотеках, обо всех библиотеках говорят все, но не библиотекари. И это очень, я бы назвал это очень токсичной историей. Потому что не то, чтобы они не имеют права об этом не говорить, имеют еще как, но в этом многоголосии должен быть и голос библиотекаря. Я в этом просто уверен. Пусть это будет и голос школьного библиотекаря, голос библиотеки села, голос с библиотеки регионов и так далее. Неважно. Пусть это будет голос. Это уже важно. Следующее, что я вижу, все больше будут строить школ по индивидуальным проектам. Не только в Москве, не только в Петербурге, не только в окраинах данных агломераций, ну то есть городов, но еще и по всей России. Конечно, вряд ли это затронет какие-то поселки, может быть, малые города. Скорее всего, с этим будет очень сложно. Но крупные города, города-миллионники, даже может быть, скажем так, города, которые развиваются, подтягиваются к этому миллиону, я думаю, что не все потеряно и там точно будут появляться такие школы. Тренд как раз на этот, тренд на образование. И при этих школах будут появляться такие библиотеки. Уникальные, интересные, местами неудобные, потому что они скорее заточены под дизайнерский какой-то эффект, нежели под образовательный. Но, тем не менее, это здорово, тем не менее, это тоже движение вперед, движение в правильном направлении. Так, следующий момент. Я думаю, вопрос тоже, возможно, 50 лет, что школьным библиотекам все-таки разрешат закупать художественную литературу. Дело в том, что я имею в виду не с подачи директора. Я думаю, что разрешат закупать все-таки на каком-то серьезном уровне, то есть подготовят документы и будут выделять на это деньги, может быть, небольшие, потому что опять, есть тенденция и те директора, которые понимают, что это важно, что это нужно. Я думаю, вернее, так, я не думаю, я просто на вопрос посмотрел. Я вижу, что те директора, которые понимают, что это нужно, они как раз выделяют деньги, они закупают художественную литературу, и в том числе не программную. Так, у нас есть вопрос, вопрос 50 лет, не понял, то есть, Диана, это в смысле вам 50 лет, это нужно сделать сегодня, или вы имеете в виду, что через 50 лет это будет сделано, что я немножко не понял. А, ну, если в целом, да, я вас полностью поддерживаю, это нужно было делать еще вчера, но вы заметьте, как выстроена линия, о чем я говорю. На мой взгляд, одно из первых это лобби, об этом нужно говорить, об этом говорят. значит, говорят, на мой взгляд, недостаточно. И говорят, я сейчас не имею в виду наш круг, то есть, низовой, то есть, говорить нужно в школе директору, нужно об этом говорить. Я имею в виду чуть выше, говорить с депутатами, говорить с федеральными центрами. Федеральные центры знают про эту проблему, по поддержке библиотек, они тоже что-то пытаются сделать. Об этом нужно говорить, и чем этот голос будет сильнее, чем более весомые люди об этом будут говорить. Об этом я и сказал, нужно в целом просто библиотечное лобби, потому что я бы не делил, школьное, не школьное, на мой взгляд. Есть проблемы, функционал разные, но, на мой взгляд, мы все в единой лодке, мы все в едином библиотечном мире. Я думаю, что со временем появится свой бюджет. Вернее, так, давайте так. У библиотек практически, вернее, я сейчас немножко сбился, бюджет есть. Этот бюджет тратится в основном на, скажем так, закупку учебников и какую-то программную литературу, что тоже неплохо. Так или иначе, какой-то бюджет есть. Просто сделать его более открытым, что-то добавить и вынести, и разрешить закупать, как я уже говорил, выше, художественную литературу. Я думаю, что со временем, это тоже тренд, со временем просто строчка бюджет библиотеки появится и она будет видна, она будет видна вам, появится в школьной библиотеке, в государственных школьных библиотеках. Я тоже думаю, что это будет. Это тренд. Так, у нас вопрос. Так, у нас нет вопроса. Спасибо большое. Так, и в связи с этим, как я понимаю, библиотеку уже нельзя будет исключить из этого процесса. Если появляется строчка бюджет библиотеки, значит, с библиотекарем, педагогом-библиотекарем нужно будет обсуждать этот вопрос. Что закупить, как закупить, может быть, где лучше закупить. Я знаю, что во многих школах есть, как они называются, ресурсный директор или вот что-то в этом роде. Но я думаю, что в плане закупок литературы все-таки нужно разговаривать не с ресурсным директором, а с библиотекой, с представителем библиотеки, будь это заведующий, либо библиотека-педагог, который там за всех. вот примерно такая история должна быть. Это тоже важный процесс. Я думаю, он не за горами. Повторюсь, это не произойдет повсеместно. Кто-то будет сопротивляться до последнего, но те, кто понимают фишку, и те, кто понимают, в чем важность этого, включить библиотеку в жизнь школы, они это все потихоньку вводят и делают. и не имеет значения, что это госшкола или еще что-то иное. Вот это очень важно. Это уже происходит, но тяжело для администрации. У администрации школ начнет появляться понимание, что библиотека это часть образовательного процесса. Это не просто так, а это часть образовательного процесса. Это оценки детей, это подготовка преподавателей. Это я бы даже назвал информационная помощь и поддержка. Поддержка в поиске информации, поддержка в навигации. И в каком-то смысле даже может быть помощь в трудную минуту. Почему нет? Есть у айтишников специальная почта, ее называют help disk, помощь. То есть ты пишешь проблема, они эту проблему решают, с тобой связываются. И в принципе это тоже очень хорошая история. Нам в свое время очень много у нас была единая почта библиотечная, нам писали вот электронный учебник не выдали, выдайте пожалуйста, мы выдаем на удаленке. Там с литресом что-то не так, не можем зарегистрироваться. Мы созванивались, как-то переговаривали. То есть это такой help диск библиотеки, диск помощи библиотеки, электронная почта. Это как раз то, о чем я говорил выше, это соцсети и так далее. Почему нет? Это как раз то и есть. А сознание придет рано или поздно. Я вижу и верю, что ставка педагога библиотекаря станет более массовой, потому что этот тренд это нужно. А почему это нужно, мы поговорим дальше. Это точно уже происходит и будет происходить. Школьные библиотеки займутся дополнительным образованием и курсами по выбору. Просто эти курсы и дополнительное образование будет специфическое. Ну, к примеру, создание газет. Я знаю, что какие-то уже школы этим занимаются. Создание газет, ведение каких-то курсов компьютерной грамотности для школьников, составление резюме, выработка какого-то может быть критического мышления тоже, чтобы это состояло из нескольких занятий, какой-то исторический экскурс, как составлялась книга либо об информации. И более того, я вижу, что это будет все не так. Это можно спокойно добавить какому-то курсу. Я давно не учился в школе, у нас это по-другому называлось в хоро-школе. Ну, например, информатики той же. Просто какой-то урок библиотекарь рассказывает о информационной безопасности или рассказывает как составить грамотно резюме, портфолио и так далее. На мой взгляд, это компетенции, которые уходят потихоньку в задачу в том числе и библиотекаря. Поиск информации в каком-то смысле защиты информации. Я сейчас не говорю о информационной безопасности в плане вот как профессии. Нет. Какие-то элементарные вещи. Поэтому, да, это очень актуально и это будет идти, развиваться и продолжаться. В принципе, те же курсы по написанию каких-то своих книг, по написанию рассказов в тандеме с преподавателями русского языка. Это вот именно такая симбиоза какие-то пойдут. Я вот чувствую это и вижу, потому что в хорошколе это довольно хорошо и симпатично работало и работает. Поэтому никаких проблем в этом не вижу. И для этого как раз и нужны будут педагоги-библиотекаря в первую очередь. У них функционал именно на это и заточен. Следующий момент. Я вижу, что уйдет деление на частные школы библиотек и государственные школы библиотек. Такое деление есть, к сожалению. Те же методические центры федеральные, не федеральные почему-то не приглашают библиотекарей, библиотекарей-педагогов из частных школ. Их довольно много, они есть. Это очень интересные и уникальные ребята. Да, они где-то не имеют может быть библиотечного образования, где-то может быть недавно работают, но они делают очень классные вещи, очень интересные под другим углом. И это деление присутствует, как будто бы частные школьные библиотеки это какой-то другой мир. То есть мы к ним не ходим, они к нам не ходят. не на конференции. То есть там свой мир, здесь свой мир. Эту стенку нужно рушить. Я думаю, она будет разрушена. Я думаю, осознание всего параметра центров методических, которых безумное количество. Как говорится, постучите вы туда, попросите прийти человека. Придут, они абсолютно открытые люди и расскажут про свой опыт. И наоборот, почему бы, я правда не слышал о конференции частных школьных библиотек, как развивать библиотеки, но не слышал я. Но может быть где-то есть. Но почему бы не составить какие-то общие группы, да и что их составлять, они есть. Почему бы просто не начинать общаться даже в том хотя бы ватсапе. То есть это какое-то деление надуманное. На мой взгляд, пишите, будьте смелее. Кто-то должен протянуть эту руку и кто-то ее протянет рано или поздно. Я, например, в свое время писал. Потому что для меня опыт работы в хоро-школе очень классный, интересный. И чтобы туда попасть, я списался с несколькими частными школами и меня пригласили. Мне показали библиотеку. Я познакомился с отличными библиотекарями. Я посмотрел, как они работают, что у них есть. Поэтому никаких проблем. Приезжайте друг к другу в гости, дружите с семьями. Общайтесь. Все дело в общении, в движении. Так. Я потихоньку заканчиваю. Сейчас я перейду к вопросам. На всякий случай напомню, что презентацию я там, к сожалению, заметил свои косячки в презентации. Извините. Не успел удалить. Презентацию вы можете скачивать. Она доступна. Если будут вопросы после окончания вебинара, если захотите поговорить, пригласить, я не знаю, еще что-то, пишите на почту. Я открыт. Я есть в разных соцсетях. Также называюсь Дмитрий Творецкий. Можно будет меня найти. Теперь переходим к вопросам. Есть два вопроса. Оплата труда не соответствует нагрузке. Да, не соответствует. Следующий вопрос. Я педагог-библиотекарь. С момента введения этой должности могу сказать, что библиотечный функционал не изменился. Добавилось введение внеурочной деятельности, проектной деятельности. если раньше библиотечные уроки были в плане в библиотечном плане, то теперь превращаются в обязательное введение информационной грамотности. Но педагог-библиотекарь один на всех, а базовая ставка оплата труда не изменилась. пум-пум-пум-пум-пум. Ну, на самом деле это не вопрос, это как бы факт, это может быть крик души даже. Ну, что сказать, что сказать, что сказать, что сказать. Я не зря говорю о том, что осознание придет и что нужны будут именно педагоги-библиотекарь, и не один на всю школу или там на две школы, на три, а несколько. В идеале, как я вижу, на одну школу, на одно здание в идеале должно быть, конечно, два человека. Называться они могут как угодно, но лучше, чтобы были педагоги-библиотекари. Почему? Потому что есть отпуск, есть сокращенный день, так или иначе, по Трудовому кодексу, если ты с приставкой педагог. И в этих процессах я думаю, что можно будет как-то все это разгрузить. Здесь еще играет роль сотрудничество, сотрудничество с педагогами-организаторами, сотрудничество с воспитательным блоком, к которому они относятся, сотрудничество с разными кафедрами, направлениями, педагогами. Я просто не знаю, как это у вас называется. Так иначе, если вся эта система налажена, то все не так сложно на самом деле. Опять, за всех говорить не буду. Я успел узнать, какие сложности в библиотеках в Подмосковье, школьных библиотеках. Сложности правда огроменные. И библиотекарь совмещает, чтобы неплохо заработать, и ряд ставок, и ведет классное руководство. Тут такое, конечно, сказать нечего. Это все очень сложно. Об этом можно опять же, всегда, если есть вопрос с повышением, это, конечно, вопрос к непосредственному руководителю, тот, кто вами руководит. Но это тоже нужно аргументировать, объяснить, что вы делаете, как вы делаете, какая от вас польза, и зачем вы это делаете. И чтобы вас услышали и поняли. Это очень важно. Это прям целое искусство все это прописать. Потому что администрация говорит все-таки на своем языке. То есть, до них нужно достучаться. Это не значит, что они плохие. Просто там горизонт мысли другой. Они видят немножко по-другому. И библиотека, правда, для них я не знаю на каком месте, но точно не на третьем. Так, у нас еще, по-моему, есть вопросы. Запись, да, запись вебинара будет на канале Директ Академии. Смотрите, ссылка уже. О, господи, я уже переключаюсь. Так, коллеги, если есть вопросы, задавайте. Время подходит к концу. Может быть, я что-то пропустил. Я извиняюсь. Просто мне неудобно в двух вкладках работать. Есть с этим проблема у меня. Но, по-моему, я ответил. Ответил максимально на все. Так, ну, тогда будем прощаться. Спасибо всем огромное. Спасибо за внимание. Спасибо, что поняли, приняли, поняли. Это было мое мнение. С вами был Дмитрий Дворецкий. Я передаю Татьяне. Она уже на остальные вопросы ответит. Передаю Татьяне слово. А сам потихоньку ух...